Героиня нашей программы Юлия Кривопустова, основательница и идейный вдохновитель проекта Organic Woman. Привет, меня зовут Юлия Кривопустова, и у меня есть три любимых дела. Я даже не могу назвать это, наверное, работой, потому что это приносит большое удовольствие. Первое, наверняка вы знаете, я являюсь телеведущей программы «Зебра», которая выходит на нашем экспериментальном канале «Первый вегетарианский». Второе, мое любимое дело, которым я занимаюсь практически 24 часа, 24 на 7, можно сказать, это ресурс для женщин Organic Woman.ru. И третье, мое хобби, любимое дело, и иногда это даже мне приносит какие-то деньги, можем назвать так, я инструктор по скандинавской ходьбе. Я покажу, как можно добавить нагрузку на эту руку. Когда я стала очень сильно углубляться в тему питания, я периодически читаю лекции на эту тему, хотя я не являюсь нутрициологом, диетологом, но так как через мои глаза и руки прошло больше 20 тысяч статей и много исследований, Я понимаю, что в мире вообще все неустойчиво, что теорий много, и сегодня говорят, что лучше отказаться от глютена, завтра от жиров, а потом опять от углеводов. И нужно очень быть аккуратным, и важно слушать свое тело. Даже, хоть это я противоречу тому, что я делаю на своем ресурсе, да, важно читать, познавать, но все равно главный источник знаний – это свое собственное тело. В какой-то момент я поняла, что мне тяжело от мяса, и когда я углубилась в тему производителей, гормонов и всего, что связано с мясом, я поняла, что у нас, в принципе, нет хорошего мяса, либо, ну, как бы, можно искать, но хочу ли я тратить очень сильно на эту энергию, и мне было легче отказаться. Я отказалась от мяса, и пока мне хорошо. Но я, честно скажу, что я не ставлю, что вот я на всю жизнь, что я вегетарианец, я идейная, но я не знаю, что будет дальше. И я оставляю всегда за собой право прожить свою жизнь в соответствии с тем, что я, как я ее чувствую. То есть, мне кажется, любые рамки, каноны, шаблоны – это не про жизнь, вот, не по проживанию жизни, а про проживание жизни в голове, а я хочу жить ее вот сейчас. А какой самый вкусный десерт? А что входит в состав? В состав. Уже практически год я веду программу на Первом вегетарианском «Зебра». Попала я туда абсолютно случайно. Ко мне обратились наши друзья с Первого вегетарианского канала и предложили вести программу. Но не просто программу, а сказали, что у нас будет очень интересный формат, когда ведущий будет вегетарианец и ведущий, который любит поесть мясо. Я Николай Пивненко, и я ем мясо. А я Юлия Кривопустова, и я отказалась от мяса. В эфире программа «Зебра». Я наиболее купил растерзание. Пробуй, засмей его. А покажи, моя любимая, когда вот это… Радуга шеет. «Э-э-э» Для меня это был не просто эксперимент выйти в кадр и попробовать себя в том, в чем я никогда себя не пробовала. Но для меня это был еще такой идеологический шаг, потому что в обществе есть такое мнение, что если ты вегетарианец, то чем ты питаешься, что ты ешь вообще? Рис и гречку, люди не понимают, что на самом деле вегетарианцы могут очень разнообразно питаться Так как я уже несколько лет вегетарианка, мне захотелось как раз говорить об этом Я считаю, что каждый человек вправе выбирать, чем питаться Я не занимаю сторону ни тех, ни других, это очень индивидуальная история Но, по крайней мере, те люди, которые хотят попробовать, они должны знать, что их ждет Они должны знать, какое разнообразие может быть для вегетарианцев в плане питания Также должны знать, какие могут быть опасности Вот мы этим и занимаемся Мой самый любимый и, мне кажется, очень важный проект в моей жизни И, к счастью, я узнаю, что в жизни многих людей, и в частности женщин, это ресурс Organic Woman Room О чем наши ресурсы, как это произошло? Я в прошлом, в прошлой жизни, мне даже так кажется Я занималась очень много пиаром, организацией различных мероприятий Это привозило таких звезд и до сих пор привожу, как Дева Примал Наверняка наши зрители знают самую известную исполнительницу мантр И в какой-то момент ко мне обратились и предложили сделать аэроведическую конференцию Я делала первую в России аэроведическую конференцию, на нее приехали звезды аэроведы со всего мира Такая звезда, это просто мэтр, можно сказать, доктора аэроведы Роберт Свобода, Клаудио Уэлч И была девушка, приехала из Америки, wellness coach, Надя Андреева И мне очень срезонировало то, что делала Надя Я решила, что нужно как-то продвигать в России Мы издали книжку на русском языке Надя «Счастливый животик для женщин» очень рекомендую И когда я сделала третье или четвертое мероприятие, Надя приезжала из Америки раз в полгода Приезжало очень много женщин со всей России Они очень вдохновлялись Им хотелось поменять жизнь, поменять образ жизни, питание Даже некоторым хотелось поменять работу Но они вдохновлялись, приезжали домой и все опять сдувалось И через полгода они опять приезжали Я поняла, что это бесконечная история может быть Потому что тебе очень важна среда, важны люди, которые будут себя понимать и поддерживать А если ты вдохновляешься, приезжаешь, а муж начинает говорить Хватит мне вот этого всего, давай там котлетки И на работе в офисе все едят вафли И не понимают, почему ты решила отказаться от сахара в первой половине дня Да и в принципе от рафинированного сахара То очень тяжело Я решала несколько целей Первое, мне захотелось сделать такой информационный ресурс для женщин Где будет очень много информации о питании, развитии Но информации не как похудеть А информации, исходя из того, что мы все индивидуальные Я сама поклонник аюрведы, мне очень нравится Потому что она уникальна и она про индивидуальность Потому что то, что подходит мне, не подойдет нашему режиссеру Ольге То, что подходит мне летом, может не подойти мне осенью в плане питания Это про то, что мы все разные, все индивидуальные И нам всем не может подойти диета Ларисы Долиной очень много ресурсов как раз женских работает ну вот там немножко это все обобщают и хотят чтобы мы все были похожи и питались одинаково это была первая моя задача вторую задачу я решала мне хотелось объединить всех женщин которые работали в этой сфере я поняла что очень много сейчас на рынке велос коучи диетологов психологов и мне хотелось во первых я поняла что можно сойти с ума там обычная женщина которая мало времени она заходит на сайт и на в яндексе начинает серфить просто она не понимает вообще что происходит как же все таки питаться это это пишет это и мне захотелось сделать ресурс которым будут доверять которым будут знать что они заходят на сайт и там очень много компетентных специалистов когда я придумала эту историю мне говорили у тебя ничего не получится потому что мне хотелось давать активные ссылки на ресурсы этих специалистов допустим не нравится статья я почитала на organic woman а потом я иду дальше на ресурс нутрициологу и могу там с ней коммуницировать мне говорили так не бывает у тебя не получится сео там продвижение и так далее но у нас все получилось у нас очень хороший трафик и я считаю что иногда сама мысль идея может быть сильнее законов по которым существовал рынок до этого мы объединили тем самым еще и профессиональное сообщество то есть если раньше они не понимали да как достучаться до читателя были все в порознь благодаря нам во первых они у многих появились свои посетители читатели клиенты и они стали друг друга знать они делали стали делать совместные проекты для меня это было очень важно чтобы люди коммуницировали создавали общие проекты меня очень расстраивает на самом деле что происходит сми потому что в погоне за трафика в погоне за читателями рекламодателями мы вернулись в начало 19 века когда мальчики бегали по улицам и кричали убийство на 5 авеню убийство на 5 авеню то есть только чтобы купили и кликнули и мы все превратили ну не все к счастью но многие сми превратились именно в это там зайди на сайт и ты узнаешь что стало с мальчиком которого папа поцеловал ночью многие ресурсы тоже и женские они как раз работают на таких низменных эмоциях потому что я считаю что человеке есть много и светлого и темного и задача как раз моя это работать со светлой стороной и у нас нету истории с обсуждениями да там или нету каких-нибудь сплетен там кто за кого вышел замуж какая звезда с кем развелась мы работаем наоборот то мы хотим чтобы мы росли все потом в какой-то момент я поняла что читать можно бесконечно но важно очень коммуницировать встречаться общаться для того чтобы создать комьюнити и мы стали делать наши мероприятия ежемесячные это называется органик вуман клуб меня зовут крия пустова юлия я основатель органик вуман и органик вуман клуба анастасия голанина мой любимый партнер со своей дочкой тоже клуба сайта и всего что вокруг органики и наш самый уважаемый главный редактор иногда боимся я на жукова первом у нас было 60 человек сейчас у нас около 200 человек в месяц мы собираемся но это формат красивой женской конференции в красивых местах лофтах отелях с маркетом где можно купить все что тебе нужно там натуральные продукты красивые вещи и мы обсуждаем разные темы это обязательно бизнес история мотивационные питание красота мы стали немножко расширяться мы делали клубы посвященные родительство клубы посвящены отношениям сексу творчеству и был потрясающий клуб мне очень хотелось чтобы женщины после 50 60 70 в россии оставали женщинами чтобы они не превращались в бабушек у которых смысл жизни это внуки потому что эта проблема когда человек уходит на пенсию он не понимает как жить дальше и мне хотелось сделать такой клуб мне очень нравится как делает владимир яковлев фестиваль в возраст счастья и под кодовым названием я называла его возраст счастья но муж мне стал говорить что если ты будешь так просто сделаешь для это для этой аудитории то навряд ли кто-то придет очень сложно достучаться чтобы люди после 50 сами пришли мы сделали ход конем мы сделали клуб такое про продление молодости долголетия и счастья где мы продавались билеты можно было прийти с мамой и многие люди пришли именно с мамами мама была там была женщина которая просидела весь клуб и не было 75 лет она была в полном восторге и мы по и потом они подходили и говорили какое счастье как им было интересно во первых для них было счастье провести весь день взрослой дочери во вторых понять чем живет дочь и в третьих просто узнать что в мире происходит и чувствовать себя живыми я горжусь тем что у нас все наши партнеры спикеры все выступают сюда бесплатно потому что они ощущают ценность того что мы делаем у нас выступала сати казанова ирина тонева катерина шпиц тута ларсон и очень много интересных людей женщин которые хотят делиться обсуждать и вообще мы говорим на разные темы на на не просто мотивационная у нас был потрясающий спикер психолог марина муравьева которая рассказывала про кризис когда она пережила измену и как ей это помогло расти то есть мы обсуждаем темы которые важны для женщин еще у нас есть такой проект органи гайд мы сделали по москве потому что наши посетительницы сайта клуба мы ну мы как большая семья мы комьюнити и они очень доверяют нам и постоянно интересовались куда пойти вот какое кафе сходить на какие процедуры мы решили создать такой большой каталог в котором будут все интересные партнеры и с геолокации люди могут забить любой там кокосовую воду кокосовое масло в километре от себя и посмотреть где это покупка можно купить там в разные акции у нас проходят ну то есть все что мы делаем это про объединение объединение комьюнити профессиональное сообщество людей которые делают на этом рынке что-то объединение женского сообщества потому что я считаю что сообщество это очень сильная вещь и сейчас как раз весь век объединения и сообщества еще я бы хотела очень рассказать про нашу команду потому что я безумно горжусь есть ну часто встречаются истории про то как женский коллектив вот я даже не назову это коллективом потому что мы ощущаем что-то как трайбл племя семья вот то что мы делаем у нас уникальная команда я начинала это сама все у меня был партнер который мне помогал но потом у нас пути разошлись и в какой-то момент катерина платков мы стали взаимодействовать начале она мне просила помочь ей по пиару то что я очень нравилось как я делаю первого сфере можно так сказать а потом мы очень стали близки и решили что мы будем это делать вместе и катя она душа нашего проекта она безумно светлый человек она прожила такой сложный путь в жизни я надеюсь скоро даже выйдет книга на это на эту тему и в то же время она она излучает свет и иногда она может говорить в обычные вещи простые со сцены на люди могут плакать и вдохновляться тем что она говорит она поддерживает женщин у нее онлайн-курсы по по питанию но даже больше по питанию катя живет на шри-ланке но она приезжает на наши клубы и она вот моя муза можно сказать мы все учимся у у нее легкости любви к жизни а еще в наш третий партнер самый младший но нам у нее я тоже учусь это настя галанина она очень интересная у него тоже история она закончила физмат мгу school тех аспирантуру на какой-то момент поняла что я это не близко и она бы хотела вот заниматься чем чем мы занимаемся она пришла и говорит я хочу помогать я помню есть рассказала если у тебя семья потому что если ты живешь в общежитии тебе нужны деньги то скорее всего мы не сможем быть вместе потому что у нас очень тяжело все идет развивается монетизируется хотя это тоже есть и она говорит я готова и мы провели с ней два мероприятия я поняла что это человек с которым бы я хотел как-то ближе быть и чтобы это было частью не просто команды а наши партнеры и настя стала нашим партнером то мы работаем на аудиторию нет тех девочек которые там только про детокс только про то как сделать кубики на животе мы работаем для женщин после 30 скорее мы идем больше вглубь почему органик вуман честно сказать я даже не да я считаю что это не я придумала это просто пришло что я проводник через которого пришла эта идея и судя потому как это какой отклик имеет среди женщин которые читают приходят на клуб это очень нужно было мне почему-то пришло такое название ведь вокруг органики в россии вообще такая болезненная тема потому что у нас до сих пор нет закона и органикой может кто угодно назваться и люди которые делают органические продукты очень переживает на этот счет и даже иногда говорят что-то в нашу сторону но прами для меня органик вуман это органичная гармоничная женщина эта женщина которая думает о своем теле но не ради того чтобы нравиться кому-то она думает о себе потому что она понимает что это здоровое тело это энергия эта энергия которая дает ей дальше идти дарить любовь миру или делать что-то во благо себе и окружающим это органик вуман это женщина которая развивается это женщина женщина которая ходит к нам на клуб можно сказать так то есть органик вуман это гармоничная женщина тесман тута говорит про такое понятие философии и этики южной африки как убунту убунту это осознавание связи всех со всеми то есть ты осознаешь связь между людьми во всем мире это очень сложно но сложно осознать но мне нравится история которая вот книги там описывается же про антрополога который пришел приехал в африку и он детям сказал что вот там находятся фрукты но на той стороне дороги кто первый из вас добежит того и фрукты они взялись за руки добежали и крикнули убунту и он горит отчет происходит зачем это сделали они говорят ну а мы все вместе мы порознь не существуем это убунту и вот я считаю что да я правда считаю что мы все связаны что очень важно окружить но иногда это сложно понять поэтому важно окружать с людьми которые близки тебе по духу по ценности поэтому наше время очень так развиты сообщества да и спортивные бизнес и женские я очень хочу у меня есть искреннее желание как это чтобы наше сообщество комьюнити росло чтобы во многих городах россии собирали женщины а говорили открыто говорили о том что их волнует и получали поддержку мы хотим чтобы было как можно больше больше таких точек куда можно прийти за вдохновением поддержкой мотивацией и любовью